Ребята, всем привет! Вот такой номерок у нас был, очень мелкий, 800 бат в Пхукеттауне, в итоге сейчас 7 утра, поедем отвозить в Монгу аэропорт и сам поселевский аэропорт. На автобусной станции решили пешком не ходить, поймали тук-тук за 100 бат от отеля, а то прошли метров 100 и уже что-то как-то сдохли от жары. Вот так выглядит автобус, аэропорт бассервис, по-моему 80 бат будет стоить, он с комиссионером, все нормалек, вот такой вот рейсер-автобус. У нас отправление через 35 минут, мама пошла водичку купить, что-то похамять, что-то еще и так далее. Вот приехала маршрутка на Пхукет, на Катаю, на Карен едет. Тоже 35 бат, по-моему, мама ездила. Сейчас за автобусом 80 бат будет. Ребята, едем в автобусе. Смотрите, здесь есть несколько остановок, где он останавливается, и мне нужен Найанг. Мне аэропорт не нужен, мама до аэропорта поедет, я вот до Найанга. У Найанга остановка вот тут. Я попросил их остановить около 7-11, они сказали, окей, без проблем, остановим. Мне как раз удобно к моей леди идти. А это, да? Вот, 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 полтора километра прошел, сплотел. Ну, то есть 7-11, и... ш-ш-ш-ш. Какие там? О, 5. 5. Здравствуйте. 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 О, окей, переход. 2 километра. 2 километра. Ребят, ну, в общем, 2,5 тысячи бат стоит, но так как это моя леди, она просто меня обожает, она вообще в шоке. Какая нифига себе, вон идет, вау, у меня камера не включилась, обидно. Ребят, она сделала не 2,5, а полторы тысячи. Говорит, замечательно. Я на 5 дней взял. Все супер. Спешл прайс. Да, кстати, это единственный свободный номер, который у нее остался, она говорит, полностью переполнен на гостинице все. И этот номер А6А, который у меня был в самый первый раз. Я вообще в шоке. Она говорит, полная, полная вообще гостиница. Ну, ты, говорит, успел. Ну, если нет, то вдруг какую-нибудь другую взял бы рядышком гостинице. Сознание из автобуса, когда, ну, быстро выходил, просто меня там останавливали без остановки. Ну, так как там не было остановки, я говорю, давайте выпла. Саня Налевна, не выкиньте. В итоге я не заснял, как мама уже уехала, и все, она в аэропорту. Сейчас уже прошла все контроли. Говорит, ее высадили на этом автобусе в втором терминале. Пришлось чуть-чуть там пройтись, ну, там метров 40-50 пройтись. В общем, до нового терминала подняться на третий этаж. Уже она прошла регистрацию, было всего два человека. Мы заранее зарегистрировали билет за сутки. Взяли ее полокошка, 34к, по-моему, место называется. Да, 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 по-моему, 34к. Все, сейчас она ожидает. Уже, уже скоро будет Москва. Ребята, так что произошел всемирный косяк. Может быть, наверное, тайский косяк. Вы прикиньте, заходишь в Family Mart, ну, короче, в любой магазин, а у них не продается никакого, это, ни пива, ни другого, любого алкоголя. Со вчерашнего вечера, с 11 вечера до конца сегодняшнего дня. Ну, в общем, хоть и жизнь, и вертеться. Надо идти в обычный магазин, где тебя тайки уже знают, они меня знают еще с прошлого года. Так что всегда можно что-нибудь найти. Да, да. Так что, ребят, если что, ищите в магазинах. Говорить, если нет, никакой нет полиции там. В общем, он и через задний ход вывел в магазины. Говорят, это спокойно. Иди там через этот, через пляж. Все будет путем. Так. Короче, за завтра утром уже можно будет продавать везде, пивы и так далее. Ну, Family, вот как всегда, работает хоть с нуля, 5 часов. То есть, надо всегда там брать. А в любых обычных магазинах. Это то же самое. Опять же, кроме церковного церковного, с 5 вечера, как обычно. Что, ребят, на сегодня, наверное, это все. Когда я как-то из-за вчера вообще никак не выспался. И, в общем, сегодня еще тоже буду устал. Вот мое рабочее место. На данный момент на кресле. С новым кубом. Работаю сегодня четверг. 1 марта. Ну так, как вам понравилось, ставим. Больший и больший четверг. Я написался в парке, собственно. Пишите комменты, делайте репосты. Очень классные. Давайте увидимся. До свидания.